Ну вот такой царь у нас вот смотрит на всех так с этим, как на детей. Вот интеллигенция, она всегда ведет себя м***ю. Вот он, видимо, для себя это решил, ну и закрыл для себя этот вопрос. Ничего общего там я ни с Антоном Дольным, ни с Зыгорем не имею, иметь никогда не буду. Не надо говорить, что пора валить. Хочешь свалить, вали. Никакие улицкие и прочие шендеровичи во Франции, по отношению к самой Франции, невозможны. Они тут же из Франции съедут куда-нибудь, понимаете, там их нету просто. Открываешь огонек, выясняешь, что Гагарин не летал в космос. Открываешь комсомольскую правду, выясняешь, что Зоя Космодевьянская заблудилась, напилась, как бы сожгла собственную деревню. Мы получили эту мощнейшую инъекцию вот этого фейкового идиотизма. И из нее еле-еле выплыли. Еле-еле просто выбрались, причем с колоссальными жертвами. В Москве в это время там новые буржуазии, там журналы ПТЮЧ, все эти тусовки, б***ь совершенно. Для меня это было абсолютно ненавистно. Можно целые страны просто вводить в это безумное заблуждение, и они будут просто думать о себе, что они эльфы какие-нибудь. Каждый человек в частном порядке может быть лесбиянкой, геем, челфри, кем угодно. А государство должно проповедовать норму. Геи есть, а шахтеров нет. Шахтеров больше, чем геев, знаете. Он ОМОН-эцвет, что писать умеет даже, вот такой, прям даже в рифму иногда умеет. Какой молодец, какой я интеллигент, у меня профессия есть. Захар Прилепин, писатель, отец своих детей. Евгений Николаевич Прилепин, да, по паспорту. Интернет определяет вас, как российского политического и общественного деятеля. Писателя, филолога, публициста, продюсера, музыканта, рэп-исполнителя, телеведущего и актера. Неужели это все про вас одного? Любопытно же в жизни много, и хочется какие-то вещи испытать, попробовать, посмотреть на эти вещи изнутри. Потому что потом жизнь долгая, как выяснилось, как в стихах у Бродского. Что сказать о жизни? Оказалось длинной. Поэтому какая-то часть жизни лет, наверное, 10 была посвящена так или иначе воинской службе. Какая-то часть жизни была посвящена разнообразным экспериментам в области музыки и кинематографии. Я записал там альбомов, наверное, 7 музыкальных и снимался там в десятке так или иначе фильмов. Просто из детского любопытства. Не скажу, что я к этому крайне серьезно относился, но подворачивались какие-то вещи в жизни, предлагались, и я это использовал. А какая-то часть жизни, когда был достигнут, видимо, какой-то статус определенный, она связана уже с, так называют, политической работой. Потому что, как в стихах уже у Есенина сказано, более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Поэтому, когда какие-то вещи ты не можешь уже просто сделать, как писатель, как музыкант или как там кто угодно, ты уже ищешь какие-то другие для этого способы и возможности. И это все так или иначе, конечно же, я. Но, тем не менее, по основной своей профессии я человек, который думает и записывает эти мысли. Есть, которые думают и говорят, а есть, которые думают и записывают. Говорят телеведущие, а вот литераторы, они записывают в той или иной форме. Кто-то в рифму, кто-то без. Вы учились на филологическом факультете Нижегородского университета. А как из филологов в ОМОНовце переквалифицировались? Ну, это наносное противопоставление тоже из новейших времен. Вот филолог, он должен как бы бродить, как картофельный стебель, как бы сгибаясь на ветру. А ОМОН должен быть тупой, как бы и лобастой, и головой разбивать кирпичи. Ну, то есть, ну, это кто-то придумал зачем-то. И вот мы всерьез это все повторяем. На самом деле, конечно же, в дореволюционной России офицерство, воюющее офицерство, была аристократия. Это была элита государства, они владели языками, они писали стихи. Ну, то есть, это было совершенно очевидно. Это было, более того, это начиная вот там с времен дружин каких-нибудь княжерских, это были самые сведущие люди, самые образованные. Книжники, и там, возможно, даже автор полку, слова полку Игореве, был в числе той самой дружины полка Игореве. Ну, и так далее. Там военные Пушкин искал воинскую службу, Ачадаев и Давыдов, там, и прочие, они служили. Вот, а потом вот был 20-й век, и это не закончилось в 20-м веке, потому что, по сути, там, в сталинские времена воссоздавалась вся эта история. И Симонов, Долматовский, Шолохов, Катаев, Зощенко, Платон, все имели воинские звания. Они все были военнослужащие. И вот, и только уже там где-то вот там в 70-е, 80-е, 90-е родилась какая-то нелепейшая мысль о том, что вот, как бы, пишущий человек, он должен писать, а вот, как бы, на войну он там не должен ездить, потому что это неправильно. Это вот родилось реально 25 лет назад, но все вот серьезно, а как так вот вообще возможно, как бы? Да это как раз нормально. Почему Советский Союз совершил после 45-го года необычайные прорывы в сфере искусства, кинематографии, театра? Экономики, потому что всем, везде, буквально, на каждых местах подавляющее место занимали бывшие фронтовики. Люди, которые заплатили за все, заплатили жизнью, жизнью своих товарищей и просто знали этому цену. И поэтому нереальные просто прорывы, которые были совершены, космос, целая плеяда гениальных кинорежиссеров, это либо участники войны, либо дети войны, которые просто прошли, вот, как бы, как сейчас дети Мариуполя, прошли через весь этот ужас. А когда вот это начинает теряться, когда люди уже не знают этому цену, вот начинают нарождаться уже вот эти ломкие картофельные стебли и говорят, ну, я что, я ничего никому не должен, но это было раньше все, какая-то там была Украина. Сейчас-то же все иначе, сейчас, как бы, сейчас под пацифизм, пацифик, все нормально, давайте мы будем без этого, без всего теперь уже, вот, не будем заморачиваться. Это люди, которые за это не платили. И они не должны составлять аристократию нашего общества. Должны составлять аристократию общества люди, которые знают этому цену. Вот, поэтому, конечно, одна из задач России, это инкорпорировать, как минимум, инкорпорировать вот этих офицеров в какие-то управленческие должности, чтобы они занимались созданием контекста будущей России, чтобы больше никто никогда ни у кого не спрашивал, а вот вы ОМОНовец, как же вас повлекло в филологи, чтобы это было совершенно очевидно, как бы ОМОНовец, филолог, само собой. У меня, кстати, я был командиром отделения, у меня было 11 бойцов, из них 8 получали высшее образование. Мы, конечно, мы тогда уже часто посмеивались над тем, что ОМОНовец, это синоним, это значит какой-то просто дебил. И я, конечно, когда я пришел в литературу, это сыграло, конечно, определенный, может быть, плюс. Плюс мне сыграло, потому что, ой, он ОМОНовец, писать умеет даже, ой, даже в риф мой иногда, какой молодец. Это потому что вся московская снобистская интеллигенция, рафинированная, смотрела в моноколь, из деревни приехала практически. Я, когда шел в ОМОН, была уже, в это время началась кампания на Северном Кавказе, я шел с четкой мыслью, что сейчас я приду туда и поеду заниматься, как это называлось, установлением конституционного порядка. Вот, я поеду на войну. Это было мое совершенно твердое, воспитанное русской советской поэзией убеждение. Пойти и сражаться за Отечество. Вот так и пошел. Вы именно на Кавказе стали Захаром? Ведь, как уже было сказано, по паспорту-то вы Евгений. В командировке на Северный Кавказ, когда там происходили известные события, вот, и у меня был позывной, был тогда Захар, потому что у меня прадед по отцовской линии Захар Прилепин. Мне как-то имя всегда на меня магически действовало. В советское время было мало Захаров вокруг. Я, собственно говоря, не знал ни одного. Вот. Недавно только стали мои приятели и знакомые называть так своих детей, и я тогда их не было. И я вот позывной Захар был. Потом я некоторое время работал журналистом, пишущим там после ОМОН уже. И так как я писал очень много статей разнообразных на самые разные темы, мне директор попросил, чтобы я подписывал их разными именами. И у меня там и фамилиями. Я там был журналистом Евгений Стонгард, потому что у меня кот был Стонгард. Ну и там иные какие-то были разнообразные псевдонимы. И был псевдоним Захар Прилепин. Когда я первую свою книжку написал, я думал, что она будет первой и последней. Я ее подписал Захар Прилепин, потому что думаю, ну, уже знают его. А потом выяснилось, что можно и вторую написать, и третью. Ну и уж так вот и пошло. Во всех случаях, когда это не проверка документов на границе или в иных обстоятельствах, конечно, я всегда представляю с Захаром. Ну, чтобы людей не путать. Я даже на выборы шел как Захар. Ну, то есть я все-таки вел множество телепрограмм, по-моему, пять там разнообразных. И всегда был как Захар в этих телепрограммах. И подписывают меня в бегущей строкой в любых ток-шоу как Захар. И все мои книги, у меня там 25 книг написаны, все подписаны Захар Прилепин. Ну, то есть людей просто путать, как бы, вот и все. А если уж у меня на границе спрашивают, как меня зовут, конечно же, я скажу, что Евгений Николаевич. И то они на пограничных пунктах чаще всего узнают пограничных. Из филолога в ОМОНовцы путь понятен. А как вас из ОМОНа в вышибалы ночного клуба занесло? Последний год уже был моей жизни, моей ОМОНовской жизни, потому что в 98-м году в России случился дефолт и обесценились деньги просто катастрофическим образом. Мы задерживали зарплаты, это последний, собственно, гельцинский год, разрушенный экономикой России, и нам денег просто не платили. Мы получали, так называемые, пайковые 300 рублей, а зарплата была 800, а у меня тогда, собственно, был первый ребенок родился, старший сын мой. И мне просто хватало денег реально на два дня, и все, они потом заканчивались. Ну, это и у всех была проблема, у всех ОМОНовцев. Мы своего командира говорим, ну что, мы с голоду подыхаем просто, как нам? И он пошел там и договорился с рядом клубов ночных, где тогда болтовали люди, ну, новые элиты России с кучей бабла на кармане. Вот, и говорил, что мы там работали вышибалами, и вот мы начали там работать. Что было, конечно, очень было тяжело, потому что, конечно, в день отработаешь тут, а ночью идешь там, а потом, как бы, встаешь и в 8 утра опять на работу спустя 2 часа сна. А перестройку вы как раз поэтому ненавидите, что из ОМОНа вышибалы пришлось уйти? Ну, как нормальный человек может убить перестройку, если она разрушила огромную цивилизацию, нашу страну, даже не советскую цивилизацию, хотя это тоже очень важная вещь, а просто она дезориентировала огромное количество граждан в России тотальным враньем, которое, собственно, все проходило у меня на глазах. Я был начитан и читающий подросток, который вот с 86-87 года, вот эти потоки разнообразных, как позже выяснилось, фальсификаций, они шли со всех просто точек информации, во всех СМИ. Открываешь огонек, выясняешь, что Гагарин не летал в космос, открываешь комсомольскую правду, выясняешь, что Зоя Космодевьянская заблудилась, напилась, как бы, сожгла собственную деревню. Открываешь московские новости, читаешь, что Матросов, на самом деле, сидел в тюрьме и вообще он никакой подвиг не совершал. И это не прекращалось ни на минуту. Я достаточно был такой, как сказать, идейный советский подросток, я много читал и очень серьезно относился к этой литературе. Я очень любил Аркадия Гайдара, ну и весь этот свод советской литературы, я к нему относился крайне серьезно. Ну, тем более, поэзии Сергея Есенина, Сергей Есенин, только необразованные люди считают, что он был антисоветский поэт, и вообще его убили, потому что он был против вождей. Все это ерунда. У Есенина треть, треть написанного Есениным, это советская поэзия, воспевающая советский проект. Ну, и Есенина любила Маяковского и всю эту литературу, и, конечно, это вступило в сложнейший и серьезнейший диссонанс с тем, во что я верил и что я знал. Кроме всего прочего, у меня папа был учителем истории, и он какие-то вещи, ну, так, очень спокойно, ненавязчиво мне произнес. Сказал, что, ну, очень много здесь происходит гвалта совершенно ненужного и лживого. После того, как распалась моя страна, Российская империя, Советский Союз, стало понятно, что совершено какое-то немыслимое просто преступление. И вот, собственно, уже с середины 90-х годов я активно искал там политические силы, которым можно примкнуть, чтобы со всем этим бороться. Я радикально не принимал все происходящее в стране, просто я ненавидел на самом деле это. А потом еще была Чеченская война, по сути, прямое последствие, на самом деле, этого распада моей страны, мои погибшие товарищи, и все это позор Хасавьюрта. Ну, и параллельно все вещи, там, это и Приднестровье, чуть раньше Абхазия, Осетинский конфликт, и все, гражданская война началась и не прекращалась больше. А в Москве в это время, там, новые буржуазии, там, журналы Птиуч, все эти тусовки, б***ь, совершенно, все это, ну, то есть, для меня это было абсолютно ненавистно. Я ненавидел всю эту новейшую буржуазию, все эти вот, как бы, развлечения, и сопереживал, собственно, своему народу, который находился в этом мороке, в обмороке просто вот этого вранья, из которого мы только спустя вот четверть века мы стали выбираться, и теперь мы вот, типа, вот смотрим на украинский народ и думаем, вот что же вот такое вот с ними происходит. Да происходит с ними ровно то же самое, что происходило и с нами просто. Вот мы получили эту мощнейшую инъекцию вот этого фейкового идиотизма, и из нее еле-еле выплыли, еле-еле просто выбрались, причем с колоссальными жертвами, с безумными просто. А разве все те люди, которые приходили на длительные встречи в вашем доме в Нижегородской области, те же Зыгарь и Долин, как раз не те самые люди, против которых вы сейчас гневную отповедь дали? Как и, главное, зачем вообще вам удалось их собрать вместе? Ну, это была такая идея, в этом есть что-то такое мистическое, потому что накануне вот этих всех событий, в 13-м, по-моему, году, вот кому-то пришла в голову идея, по-моему, редактора журнала «Русский репортер», забыл, как его фамилия, хороший, Лейбин Виталик, вот, и, по-моему, ему пришла идея, а давайте вот соберем у Захара вот самых разных людей противоположных взглядов, он мне предложил, потому что я тогда еще, я тогда был молод, юн, и, как бы, склонен к употреблению спиртных напитков, и у меня очень часто собирались мои товарищи. И про это, на самом деле, все знали, и многие завидовали, потому что вот я там, ну, на самом деле, 3-4 раза в год собирал человек по 30-40 ужасов моих соседей, конечно, но приезжали там актер Андрей Мирзлихин, там, музыкант Андрей Бледный 25-17 с Антохой, там, и группа 7-Б, и Алексей Джанго Поддубный, и какие-то там поэты, и, ну, режиссеры, и мои там разнообразные друзья, ОМОНовцы, там, военные и все прочие. И вот это собиралось огромное, это банда, 30-40 человек, и мы там вот веселились по 3-4 дня, по неделе иногда, футбол, баскетбол, купами, у меня там речка прямо течет у дома, баня, все остальное прочее. И это было просто, у всех было ощущение рая, это был прям целый культ такой кержинский. Вот, и кто-то про это прознал, говорит, Захар, а можешь не только друзей собрать, а вот ради пробы один раз собрать левых, правых, либералов, там, патриотов, монархистов, и вот, чтобы вы собрались и как-то договорились на берегу больше не ругаться. Я говорю, ну, давай попробуем. Вот, я тогда всех любил, сейчас я всех не люблю, ну, в смысле, многих из перечисленных, а тогда любил всех, думаю, да пусть, пусть это будет. И приехал Антон Долин, Антошка был Долин, приехал за Игорь, вот с либеральной стороны, приехал Иван Миронов, патриот, только что отсидевший в тюрьме, правый, чуть ли не за организацию убийства Чубайса, или что-то там, какая-то статья у него была там, мама не горюй. Вот, приехал Герман Судулаев, замечательный писатель Лещенский, он коммунист, член КПРФ, был Михаил Леонтьев, как вот государственник, вот. Вот, ну, и там еще был там ряд персонажей замечательных, вот. И мы все собрались, не подрались, прожили там полтора дня, там, может, два, там, да, как-то разговаривали, но, ну, и там, типа, зафиксировали, что все более-менее нормально, что, ну, как бы, слава богу, не подрались. Ну, на самом деле, случился вот спустя там смешное количество времени, ну, как раз, это, я думаю, что это был сентябрь, а потом октябрь, ноябрь, декабрь, и начался Майдан в Киеве, и все это, не сложившееся все это взаимодействие и взаимопонимание, оно все разлетелось к чертям, и вот, и с тех пор больше не собралось. Я, собственно, уже в декабре 2013 года понял, что ничего общего там я с Несантоном Дольным, ни с Зыгорем не имею, и иметь никогда не буду. Уже тогда мне было все понятно, сейчас почему-то вот спустя 8 лет все удивляются, но, собственно говоря, можно было все выводы уже сделать после Крыма, что, ну, то есть, есть вещи, о которых мы никогда не договоримся с этими людьми. В том самом доме, где происходили эти сборища, до сих пор, как пишут, нет связи и телевизора. Я никогда не смотрю телевизор, у меня просто нет телевидения в доме, у меня никогда не бывает плохого настроения, и уж тем более депрессий. Ваши слова. То есть телек и депрессия связаны напрямую? Это никак не связано, я просто был ответ на вопрос. Мне спросили, откуда, почему вы так много успеваете, вы книжки пишете, там, и как бы на блалайке играете, и вышиваете. Я сказал, я никогда не смотрю телевизор, у меня никогда не бывает плохого настроения и депрессии, поэтому у меня много свободного времени, я не трачу его на депрессию и на телевизор. Но тогда это было актуально. Сейчас никто не смотрит телевизор, сейчас все в соцсетях сидят с тем же самым успехом, и из них не вылезают. Там много, конечно, у меня личных текстов, и люди, это я вижу, это ценят им любопытно, личных мнений. Я просто создаю для людей общую картину и там и даю свои какие-то комментарии. Но просто в те дни, когда происходят военные действия, конечно же, мне ничего в жизни, честно говоря, не интересует хоть сколько-нибудь соразмерно. Вот пока это не будет закончено, конечно, я буду человек, который живет внутри информации. Я, на самом деле, просыпаюсь ночью, люди думают, что там у меня 10 человек ведут этот канал. Нет, я сам, я могу в 2 часа ночи встать, до 5 смотреть там новости, всю аналитику, потом еще 2 часа проспать, опять проснуться в 7, опять это начать делать. И я все это делаю сам, на самом деле, и в любую свободную минуту. Мы даже растекали по всем воюющим территориям, у меня там водитель, я тут же вытаскиваю телефон там и рискую быть запеленгованным. Я тут же смотрю там какие-то вещи, то есть я стараюсь не прекращать. Но потом, когда все это проходит, я отключаюсь от всех источников информации, и сразу после перемирия я из этого мира выпаду сразу, с удовольствием. Значит, запрет на крупнейшие соцсети в России вам должен не нравиться, раз вы все время проводите в них? Не, не, ну то есть я с облегчением, честно говоря, это воспринял, потому что это такая как жвачка, она, конечно, к тебе прилипает, к тебе, ну там есть вот люди, которые к тебе хорошо относятся, и пишут письма, все остальное прочее, и ты начинаешь, это начинает подкармливать твое эго. Вот, и ты вот, ну тебе приятно, человек уже хочет, чтобы мы что-то приятное сказали, поэтому раз ты фотку собаке разместил, собаку похвалили твою, ты думаешь, как хорошо, сам вышел ее поцеловал в нос, какая ты красивая, вот тебе там уже 5000 лайков у тебя, еще что-нибудь там, да? А потом, ну понимаешь, что просто ты время на это тратишь, и я, поэтому все соцсети, когда их закрыли, я с удовольствием как бы от них избавился, и у меня сейчас, собственно говоря, один телеграмм, где нет комментариев, и нет лайков, и вот, и мне достаточно. И поэтому я не получаю писем, я не слежу за лайками, и думаю, ну, Господи, наконец-то избавился от этого. Иногда вот Господь сподобит и не дает человеку кормиться вокруг упомянутого эго. Лучше бы вообще все запретили бы. Как-то вы сказали, что главная женская черта – это женственность как таковая, которая не отрицает материнство. Значит ли это, что вы не приемлете движение child free? Почему? Ну, как сказать-то, ну, конечно, против, но не то, чтобы я там агрессивно против, и типа вот со всех готов стребовать по ребенку. Нет, я просто против пропаганды вот этого. То есть это должно, это может существовать в частном порядке, есть женщины, которым, может, это вообще медицинские, не предусмотрено, в самом широком смысле, просто психологические, может, она, может, невменяемая просто, и, может, ей не надо, она сама про себя это знает. Ну, и хорошо. А просто дело в том, что социум, он вообще внушаем, и знающие люди прекрасно знают, что можно там вот запереть всех, условно говоря, в одном каком-то информационном вакууме, в колбе, и убедить этих людей, что у них там другой пол там, или что они там, что они травоядные там, инопланетяне, инопланетяне, ну, еще каком-нибудь хи***е, ну, любой какой-то ерунде. И люди реально внушаемые. Мы, взрослые люди, в моем лице прекрасно знают, что можно целые страны просто вводить в это безумное заблуждение, и они будут просто думать о себе, что они эльфы какие-нибудь там, да. К сожалению, это происходило и с нашим народом тоже. Вот он просто, вот ему сообщили какие-то вещи, вот что вот, и вот он бегал с выпученными глазами, вот, повторяя, что все у нас не так, все здесь не так, там, и там Россия создана для того, чтобы принести миру урок, как не надо жить, там. И вот эти все эти благоглупости, вот вся страна повторяла, как здравствуйте, до свидания, с утра, до вечера. Вот, но и я еще помню те времена, когда какой-нибудь там вышел фильм, «Холодная гора», он назывался, и тогда еще вся ошарашенная просто мировая общественность, европейская, американская, говорили, ну, может, про геев, там, ну, зачем, может, не стоит, зачем это нужно, там, популяризировать все это. Ну, есть люди там какие-то, они так живут, там, и все остальное прочее. Это еще было совсем недавно, это было на моей памяти. Я помню еще вот эту Европу консервативную, которая выходила вот этими митингами в Италии, в Испании, в Финляндии, когда начинали этот разговор о легализации однополых браков, когда церковь еще европейская пыталась этому противостоять, и говорит, ну, может, они как-то будут между собой там заключать договор, да, эти без венчания, без всех вот этих вот. И мощнейшая машина вот этой западной, вот этой вот медийной, даже не пропаганды, вот этот софт насилия, мягкое насилие, оно просто перемололо миллионы людей. И там у меня были какие-нибудь музыканты, там, принц был такой музыкант, замечательный, главный соперник Майкл Джексона, который выступал против однополых браков. Совершенно спокойно, никто его за это не осуждал. Фетисент замечательный, музыкант, рэп-музыкант, вообще великолепный, который просто в своих песнях издевался над всей гей-культурой. И все, проходит 2, 3, 4, 5 лет, и их просто заткнули, их раскатали всех. Они сейчас, если скажут про это, не будет никакого фетисента. Он сейчас, он продюсер уже, меньше музыкант, он не снимет ни одного фильма. Ему ничего не дадут делать, и он просто голову, башку ему отвинтит. И все эти люди, которые во Франции, в Испании, в Италии выходили на митинги, они тоже себя помалкивают. Они потому что не будет у них ни места в литературном, ни в культурном, ни в арт-пространстве. Они просто, они будут вне закона, если они ляпнут по этому поводу хоть одно слово в публичном пространстве. Я когда приезжал и выступал, когда я не был под всеми санкциями, они шепотом ко мне подходили и говорили, Захар, вы такой молодец, мы все вас поддерживаем. Но во Франции нельзя про это говорить. Во Франции, если ты скажешь, просто скажешь, семья, значит, ты фашист уже. Конечно, не то, что там про геи, просто семья, семейные ценности. Вот это, это безумный, безумный, безумный мир. Поэтому я, ради бога, там, child free, каждый человек в частном порядке может быть лесбиянкой, геем, child free, кем угодно. А государство должно проповедовать норму, норму, жить в пространстве нормы. Дети, это хорошо, мужчины, женщины, хорошо. Защищать родину с оружием в руках, хорошо. А все остальное, там это сами в частном порядке разрешайте. Ну, а разве в России ситуация неровна наоборот? Да, на Западе нельзя плохо говорить о геях, но попробуй сделать каминг-аут в России. Знаете, во-первых, это не так, во-вторых, и хорошо. И хорошо, не надо об этом никому вслух говорить. Геи, а кому надо про это сообщить? Вот выйти на улицу или детям про это сообщить, там, в школе, или где, пропеть про это? У нас, на самом деле, более чем серьезное представительство людей по подобной сексуальной ориентации везде. Ну, в театральной сфере просто оглушительное, просто я сам просто завалил МХАТ, и я прекрасно знаю, сколько у нас театр возглавляется людьми такой ориентации, и всем это известно. Сколько у нас их в нашей эстраде, ну, это просто, ну, вот, подавляющее большинство было до какого-то момента. И все прекрасно по ним видно. Они не обязаны даже говорить, что они геи, и так это видно, и это геи-стилистика, и геи-эстетика не сходило с экрана в течение нескольких десятилетий. Так надо еще и рассказывать, что они геи еще. Ну, как бы, их и так дофига уже. На самом деле, они делают работу, не ту работу, которую даже не я хотел бы от них увидеть, а вот запрос народонаселения есть определенный. Народонаселение, оно хочет увидеть фильм «Летят журабли», «Весна на заречной улице», «Песню о их дороге» и «Песню о темной ночь», хочется слышать. Они бесконечные, вот эти вот, как бы, ломки вот этого изломанного человека, у которого странные гендерные предпочтения, у которого нет государства, он не знает, какой страны он сын, и он не знает, как бы, вообще, сын он или дочь, или, там, третий пол. Вот это уже не надо уже, понимаете? Я сам человек, представитель культуры, хорошо знаю декадентскую поэзию, Кузьмина знаю наизусть, я во всем этом разбираюсь. Это заколебало уже, понимаете? Я вот так этим уже обожрался, этого дофига, нормального мало, а вот этого дофига, Валентина Распутина мало, а вот этого всего остального просто вот ешь не хочу огромной ложкой. И это не должно быть таковым, понимаете? Нет, оно должно занимать в пространстве культуры, в спектаклях, в кино, ровно то же самое процентное соотношение, что и в жизни. Есть их полтора процента процента, вот столько же, а сейчас наоборот, понимаете? Сейчас 80% на это, а там оставшиеся, там, несчастные люди ходят и ищут какой-нибудь себе песню, про доярку там, да, или фильм про шахтера. Давно вы видели? Я скажу, никогда вы его не видели за последние 30 лет. Нет никаких фильмов про шахтеров. Вы шахтеры, что ли, перевелись? Геи есть, а шахтеров нет. Шахтеров больше, чем геев, знаете? Шайлфри и геями понятно, а чем вам интеллигенция не угодила? В конце концов, разве вы сами не ее часть? Есть известные высказывания Льва Николаевича Гумилева, историка, сына, поэта и поэтессы, что какой я интеллигент, у меня профессия есть. Нет, я, наверное, интеллигентный человек, я образованный человек и обладаю тем же сводом информации, что и те люди, которые причисляют себя к интеллигенции. Но у нас такая вещь сложилась в России странная и удивительная. У нас интеллигенции имеют право считаться только люди западническо-либеральных убеждений. То есть, если мы говорим Улицкая, мы говорим интеллигент. Если мы говорим Проханов, ну, Проханов, как будто он что, глупее Улицкой, что ли? И мы говорим, там, Валентина Распутин, ну, там, какой-то почвенник, а мы говорим, там, Драгунский, ну, там, интеллигент, конечно. Это вот такая сложилась кривая система. И это даже в отношении к русской словесности так сложилось, что, ну, как бы, Есенин, ну, так, ну, там, пустушок, что-то там, вот это, Пастернак, ну, интеллигент, конечно. И в этом смысле она кривая система. Я сейчас скажу, я интеллигент, а эти скажут, да, Омоновец, какой он интеллигент, ну, что вы, ей-богу, там, да. Поэтому тут, ну, хотят они быть интеллигенцией, пускай они будут интеллигенцией. Тем более, что они действительно, они в большинстве, они до сих пор управляют всеми процессами, а мы это как бы сбоку припеку. Раз о литературе пошла речь, вы сами говорили, что «Архипелаг Гулаг», одна из самых известных русских книг 20 века, написана по мифам и байкам. Но ведь книга эта занимает 15 место в списке 100 книг века. Ну, что ты, в списке, я могу такие же списки создать, еще вот 25 списков. Есть список, все эти списки, вообще все эти циркуляры, они формируются определенными людьми, определенными клубами и кланами с определенными целями. И надо понимать, что иерархии в мире культуры, они создавались, создаются с определенными целями. Вот, ну, если совсем это упрощать, на самом деле, даже не совсем, а просто дать реальную картину, конечно же, в целом представление о культуре 20 века сложно приблизительно в силу следующих созданий определенного политического ландшафта. Должно быть произведение, которое развинчивает историю 20 века. Как бы плохой, ужасный Советский Союз, желательно, чтобы с плохими, ужасными русскими людьми, которые всех загнали в ГУЛАГ, всех изнасиловали, всех изничтожили, никакой свободы слова не было. И тогда создается нормальный, правильный образ России. Сейчас мы про это догадались, наконец, когда начались эти огромные санкции, когда стали запрещать Достоевского и Чайковского, мы вдруг поняли, ооо, как они к нам сложно относятся. На самом деле, это было понятно уже всегда. Я вот ездил на эти ярмарки бесконечные во Францию и Германию, прям подходишь к стенду, где русская словесность, и там лежит 50 альбомов с ГУЛАГом, с колючей проволокой, с тюрьмами и куча разнообразной литературы, которая вся про это. Вот это им было, вот это образ России. Поэтому, конечно же, там находится Солженисон в списке 150 книг или 15 книг, а Юрия Бондарева там нет, потому что это советский офицер, победительный, написавший великие военные книги. Его там нет и никогда не будет, потому что не надо коллективному западному вот этому истеблишменту, не нужен такой писатель в списке 15 или 150 лучших книг. И апеллировать к нему мы не можем, потому что Бондарев, как писатель, лучший писатель, чем Солженисон. Это вообще безусловно. Ну и там, я могу сказать, Константина Воробьева, Евгения Носова, имена, которые для вас ничего не скажут. Но это великие писатели, в отличие от Александра Исаевича. То есть и Нобелевская премия не критерий таланта писателя. Ну а что Нобелевская премия? Нобелевская премия – это сугубо политическое орудие, которое сейчас, опять же, стало всем очевидным. Ну-ка, Алексеевич, ну то есть есть Толстая, Татьяна Никитична, есть Улицкая, я как бы к ним не относился. Они писатели, в отличие от Алексеевича. Но они просто, так как они все-таки русские, там, как-никак, им тоже не дадут. Я уж не говорю там про Водолазкина, которые просто великие писатели, Миша Тарковский. Вот Алексеевич, пожалуйста, вляпали эту премию. Потом дали еще Диме Муратова. Ну тоже хороший мужик, я его знаю хорошо. Но он не самый великий журналист на Белом Свете. Ну, пожалуйста, ему тоже вот Горбачев, Муратов, Алексеевич, там, и все понятно. Ну то есть все ясно. И у нас все премии, так или иначе, это премия Бунину, Бунину дали. А Горькому не дали, они соразмерные писатели. Но Горький был советский писатель, то есть прорусский. То есть он был носитель этого контекста. А Бунин антисоветский. Бунину дадим. Пастернаку дадим. Назло. Причем книгу Пастернака никто не читал тогда. Перевод вышел за месяц до выдачи премии. То есть никто не знал. Это просто был исключительно политический жест. Просто сделать подлятину Советскому Союзу. Он не был главный писатель Советского Союза. Он не был даже в пятерке главных писателей Советского Союза. На премию, чтобы... Ну и так далее. Дали Шолуху. Вот Шолуху дали, это безусловно исключение. Потом Солженицын, потом Бродский. Замечательно, безусловно, великий поэт. Тут просто... Ну так совпало. Зато и эмигрант, зато и он в ссылке был в Советском Союзе. Давайте ему дадим премию. Если бы не эмигрировал, не был бы в ссылке, хрен бы он получил эту премию. Это политическое орудие. Апеллировать к этим вещам совершенно бессмысленно. Ничего эта премия не означает. Ее не дали Толстому, не дали Чехову, не дали Леониду Леонову, не дали Валентину Распутину. И никому не дали. А мы говорим, Нобелевская премия. Да плевать на Нобелевскую премию. А если бы вас номинировали на нее, изменили бы свое мнение? Конечно, я сказал бы, вот это как бы первый и последний их серьезный реальный жест. Но для этого надо было, чтобы российское государство выступало лоббистом. Как оно, советское государство, выступало лоббистом премии Шолуха. 12 раз выдвигали, они все усилия вложили, чтобы он получил. Но больше шансов у нас больше нет и не будет никогда. Они ничего нам не дадут. Мы живем в авторитарном мире, никакой демократии нет. Ваши слова. Не слишком ли они громкие? Неужели демократии нет вообще нигде в мире? Я был десятки раз во всех европейских странах. Я вас уверяю, что все это просто полная ерунда. Они сами про это говорят, и это ни для кого не секрет, что 80-90% европейских СМИ контролируются определенными, либо напрямую США, либо через определенные структуры. Вот и сейчас удивительная единодушие, просто тотальная единодушие по украинскому вопросу, оно показывает, насколько тотально невозможность даже хоть сколько-нибудь смягченной точки зрения, хоть сколько-нибудь объясняющей сложность этого вопроса. Не только одна абсолютно, даже не как в сталинские времена, а просто тотальная зачистка всего информационного поля. Мне говорите, ну нет, ну есть же, там же гей может сказать, что он гей. Ну если этим замерять, то может быть получше. Он там нормальный, не может сказать, обычный, не нормальный, обычный традиционалист не может уже про это сказать, потому что скажет, что ты что, фашист, что ты тут рассказываешь, что у тебя жена женщина и все такое прочее. Ну о какой мы говорим демократии? О какой демократии, если нет в мире ни одного политического деятеля, который способен вслух произнести о том, что вот сейчас происходит. Нет, ему просто за это разорвут начальство. Даже Марина Липен и так говорит, я не против санкций, против России, я не поддерживаю спецоперации, потому что все, иначе ты выпадешь просто из истеблишмента. Выпадешь просто, тебя сожрут просто. Причем она, конечно, она прекрасно все понимает, Марина Липен. Вообще во Франции Макрон понимает, все все понимают, я вас уверяю. Они все знают, и Байден все знает. Но нельзя. Я впервые приехал в Америку, пригласили меня в 2006 году, давно очень. Я приехал в Америку и стал рассказывать, как мы, национал-большевики, нацбол, российский, как мы боремся с уплотненной застройкой в Нижнем Новгороде. Строительные компании пытаются чем-то снести, мы выставляем цепи, деремся с милицией, трактористов выгоняем с ковшами. И я рассказывал этим американцам, не американцам, а журналистам, которые исчезла российских эмигрантов еврейской национальности. Они меня так слушали и слушали, говорят, Захар, если бы ты, милый, делал это в Америке, ты сел бы уже лет на 50 просто. Просто тебя не было бы в природе. И всех твоих ребят тоже давно бы посадили. Здесь никто таким никогда, ни при каких условиях, не занимается. Та форма демократии, которую вы себе возомнили в России, про Америку, она здесь отсутствует, ее нет. Она есть в других формах. Вот у них есть демократы и республиканцы. Вот они друг с другом воюют. Вот это вся и на этом демократия заканчивается. Потому что представить социалиста, тем более национал большевика, который будет какое-то место занимать, излагать свои коммунистические взгляды, еще там что-то с полицией, что-то пытаться бодаться. Все, ты сядешь просто навсегда, и тебя больше не будет. И я, что-то тогда во мне так это. Думаю, надо же, как все обстоит. Потом я стал ездить по миру, по Европе. Понял, что это везде так обстоит. Это везде обстоит ровно таким образом. У нас, я не скажу, что нас пускали куда-то во власть. Ну так, мы там существовали. Был Лимонов, то его выгонят с Селизора, то опять начинают его приглашать. Был Параханов, то прогонят, то опять начинают показывать. Ну и государство с этим клубом, а уж либералы, как себя чувствуют, так это вообще мамы не горюй просто. Их и в Думу затащат. За них никто не голосует, их все равно туда затянут. Вот они сидят там, как бы, да? Никому не нужны. Все равно предстоительство должно быть обязательно. Поэтому, вот это, ну, я не слепой человек. И, конечно, я видел, что это... А какая была свобода в СМИ, так это вообще просто поразительно. У нас там, конечно, не ограничивалось эхом Москвы и новые газеты, и там, и чем там еще там? Тут серебряный дождь, включая, пожалуйста, вся повестка, газету «Собеседник», там все глянцевые журналы, там все немножко в оппозиции, или множко в оппозиции, все на браваде, все театры, кино, все показывают то кукиш так, то так, то вот так, вот как бы государство. Нормально все было. А кто ж этот медиа-разврат допустил? Ну, вот такой царь у нас, вот как бы такой смотрит на всех так с этим, как на детей. Вот интеллигенция, она всегда ведет себя му***ю. Вот он, видимо, для себя это решил, ну, и закрыл для себя этот вопрос. На Западе такая интеллигенция не смогла бы существовать. Никакие улицкие и прочие шендеровичи во Франции, по отношению к самой Франции, невозможны. Они тут же из Франции съедут куда-нибудь, понимаете? Там их нету просто. Нет, ни в каком виде. И это наши эти разнообразные арестанты духа в лице там Павленского и всех прочих, они это очень быстро поняли, когда они переехали туда и стали там прибивать себе машонки. Там уже на месте. Им быстро-быстро их в психушке расселили всех, и все, и они поняли, что а, вот, демократия здесь заканчивается, здесь ее уже нет. А в России можно поприбивать еще немножко. А вас бы тоже сейчас в психушку на Западе загнали, да? Вот вы сами говорили, никто никогда в жизни не посадит меня ни в какую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Ну, посадить вас, конечно, не посадили, а въезд-то уже запрещен. Приезжать теперь не могу, да, да. В тюрьму не посадят все равно. Ввели, под санкции загнали. Ну, просто тогда еще не предполагалось, что будет вот в такой форме будет проведена спецоперация. Тогда никто об этом... Я вообще никто не предполагал, честно говоря. В России ни либералы, ни патриоты, ни Проханов, ни Улицкая, ни Акунин, ни там, ни Жириновский. Никто не знал, что это будет в такой жесточайшей форме. Конечно, исходя из этого, я и делал свои выводы. А сейчас, конечно, мы сейчас все под санкциями. Пора валить тем, кто говорит, пора валить. Трек рэпера Хаски 2014 года записан при вашем участии. Сегодня вы по-прежнему так думаете? Ну, это же метафора, понимаете? Я вам читал стихи Есенина о Русь, малиновое поле. Ты, Синюн, павший в реку, Русь, это малиновое поле, скажете мне. Ну, я же нет, вот тут есть город, деревья. Ну, условно, не надо говорить, что пора валить. Хочешь свалить, вали. Понимаете? Ну, не надо. Если ты говоришь, пора валить, значит, те могут так ответить. Это, ну, это про... Знаете, у нас вот, ну, как бы, когда, там, условно, там, Звягинцев снимает свое кино, там, или когда, там, кто-нибудь, там, какой-нибудь постмодернист в рок-н-ролле поет свою какую-нибудь песню, там, как бы, про грязного, облезлого русского мужика, там, или когда, там, Гельман выводил корову, там, какую-то, там, ее протыкал, там, ее чем-то, и она символизировала Россию, ну, уже никто же не говорил, что, Гельман, зачем ты эту корову протыкаешь, там, или когда обезьян, на обезьяну увешивали медали, или когда Макаревич вышел в орденах, там, весь. Ну, то есть, все воспринимают, что это, как бы, игра, что это, как бы, ну, арт-проект. А когда я говорю, пора валить, что, те, кто говорит, пора валить, я говорю, как тебе не стенд, ты что, убийца, что ли? Ну, если у вас игра, так у меня что? У меня тоже игра, у нас у всех тут арт-проект, да? Вы составили генеалогическое древо своей семьи и нашли своих предков вплоть до 17 века. Почему вам так интересны ваши корни? Это не я, конечно, составил, это невозможно составить самому, просто у меня есть мои знакомые, приятели, которые занимаются этим профессионально, вот, и которые захотели мне сделать сюрприз. Они говорят, давай мы изучим твою генеалогию. Я говорю, да, конечно. У меня так получилось, что прямо до 17 века протянулась эта линия, по Прилепинам. Это просто потрясающе. Но еще плюс был в том, что они жили в одном месте, вот, и все эти книги сохранились, они мне одну нарисовали, потом другую нарисовали. Я, конечно, им был очень благодарен. Потом они еще, другие мои приятели, они еще, не знаю, как это называется, ДНК-технологии, что ли, вот они там брали всякие пробы, и они выяснили вот эти гологруппы. В общем, с большим интересом я к этому отнесся. Ну, так, но вот гологруппы, я не знаю, там, насколько это все, это точно и дает анализ, а вот проследить все имена своих предков, там, Марфа, там, какой-нибудь, там, Федор, такие имена там какие-нибудь просто поразительные есть, не бывало, до 17 века. И, конечно, ты, когда протягиваешь эту линию, думаешь, боже мой, боже мой, как... А потом я, там, они еще выяснили, какие-то военные походы, куда ходили Прилепины, там, еще в 17 веке. Я вдруг понимаю, что вот этот пушкарь, там, Прилепин, он был в Азовском походе, он видел Петра Великого, там, или мог увидеть, ну, видел наверняка. Но это просто, конечно же, возносит тебя. Ты понимаешь, что ты наследник огромного рода, и ты несешь перед ним ответственность. Ваши предки в 18 веке были однодворцами. Это что за сословие такое? И что знание о призвании ваших предков дает вам сегодня? Это особое такое сословие, которое набиралось из монастырских детей, там, из казачества. Вот. И их селили на... Тогда это были окраины. Окраина Рязанщина. Вот сейчас Рязанщина находится в центре России. А тогда все там дальше уже начинали степи, дикое поле. И селили туда специальных людей, сословия однодворцев. Они себя чувствовали по вас, по статусу, выше, чем крестьянство, выше, чем холопы. Ну, естественно, были ниже, чем помещики. Но у них была своя особенная стать. Вот это вот. И это тоже удивительно, что даже после революции вот мои дедушка и бабушка прилепенные, они уже, конечно, никаких однодворцев после революции не было. Все сословия отменили. И тем не менее, они женились друг на друге. Однодворцы на однодворцах. Чтобы, ну, как бы, все равно поддерживали вот это статусное свое ощущение. Сейчас про это никто уже не помнит. Хотя однодворцы там, они убунины, в русской классике не упоминаются. Но люди, как правило, вообще не знают, что это такое. Вот. И когда случались военные походы у русских царей, они этих однодворцев собирали вот и шли в походы. Потому что они были полувоенные. Они занимались крестьянским трудом, но при этом их могли в любую минуту призвать. Узнав все это, вы нашли ответы на какие-то внутренние вопросы? Ну, да. Когда мне принесли все эти данные, конечно, я подумал, что да, во мне говорит кровь моих предков. И более того, это же путь там на Азов, путь по дикому полю, путь во многом и отчасти по территории Украины заложена в крови. Значит, это зов крови. Вот. Они же Азов. Это было Крымское ханство, Таврида, Крымская орда, Ногайские орды. Они все кочевали на территории нынешней, так плюс-минус, Украины и нашего, донских наших земель. И поэтому вот-вот туда, на юг, шли мои предки с оружием в руках. И вот меня туда все время тоже влечет. Так, может, это ваша военная кровь натолкнула вас на мысль, что лучшие люди России это армия? Потому что люди, мне вообще более всего симпатичные и понятные люди, для которых жизнь не является абсолютной ценностью. Вот жизнь и то, что называется у нас свободой. Вот их свобода выбора, их свобода предпочтений предполагает изначально, что есть вещи важнее тебя самого. Что есть отечество, твое огромное за твоей спиной, и ты за него можешь отдать жизнь. И это является частью твоей работы. Это является твоим соглашением с твоим государством, с твоим народом и с самим собой. Ты готов отдать за него жизнь. И, конечно, это самые лучшие люди. Безусловно. Конечно, потому что никто такие ставки в своей жизни не делает. Именно поэтому аристократия, дворянство, боярство в России складывалась из военного сословия. Потому что, из кого же его складывать? Конечно, складывалась из них, потому что вот их видели на поле боя, они готовы были всегда пойти. Собственно, так и было, да, во времен великие дворяне, собирали ополчение и шли с ним на фронты. И первые погибали. И поэтому, кто оставался в живых, вот им, пожалуйста, крепостных, вот, пожалуйста. Потом, когда это отменили, обязательно воинскую службу, начало дворянство деградировать, и случилась революция. Поэтому это нормально, это обычно. И более того, в ваших демократических странах и в ее цитадели, в США весь Голливуд работает на создание образа американского военного, как великого русского, господи, как лучшего человека, как лучшего человека. Он побеждает всех плохих. Арабов, сербов, русских, особенно часто, кубинцев. Всех убивает, чтобы показать, что вот Америка, это, что такое Америка для среднестатистического жителя планеты? Это сначала там был Шварценеггер, Сталлоне, сейчас там какой-нибудь Мэтт Дэймон и прочие ребята, которые отлично владеют автоматом. Разве наши кинематографисты не тем же самым сейчас занимаются? Вот, что тут они там сляпали там пяток, картин там, десяток, может быть, про Великую Отечественную войну достаточно пародийных. И как бы их делают люди, которые никогда не видели войны, пишут сценарии, люди, которые никогда не служили в армии, снимаются люди, которые потом выясняют, что они вообще пацифисты все поголовные, они просто там что-то играют, а потом начинается война, они говорят, нет войне, ну и как бы результат соответствующий получается. Я даже у Цыганова как-то спросил, я говорю, а что ты везде играешь-то в этих фильмах, если ты такой пацифист, иди играй как пацифистов тогда. Но это работа, они считают, что это работа. Я не считаю, что это работа, я считаю, что это должно быть зоной твоей личной ответственности. Но тем не менее, а то, что касается последних военных конфликтов, это вообще там шаром покати. То есть у нас было Приднестровье, Абхазия и прочие, десятки конфликтов было за последние 30 лет. Ну, еле-еле что-то там наснимали тоже, на самом деле, вот, 10 фильмов за 30 лет. В Америке их сняли уже тысячи, я даже не преувеличиваю, тысяча, а у нас еле-еле там коряво, потому что весь эстеблишмент кинематографа, он на другой настроен. Он настроен, то что вот есть американские военные и их достаточно, а вот здесь вот эти все, вот это вот, это не надо, надо отменить, нам вообще армия не нужна, люди в форме, это дебилы, ОМОНовцы всех бьют палками, вот, как бы, вот, хороший военный, американский военный. В 2012 году вы принимали участие в протестном движении, публично требовали отставки Путина, а в 2014 поддержали политику президента в Крыму как-то непоследовательно, не находите? После начала перестройки я сразу занял антилиберальные, антиперестроечные позиции, антигробачевские, потом антиельцинские, и эта точка зрения у меня не видоизменялась вплоть до 2014 года. Там были некоторые вещи, которые примеряли меня с действительностью, там, компания военная на Северном Кавказе, это стремительная компания грузинская, 080808, они показывали, что государство так способно пересобраться и отставить свои интересы. Но в целом я жил в либерально-западническом государстве, безусловно, с либерально-западнической экономикой, со всеми вот этими вот как бы вещами, которые сейчас, слава богу, начинают надламываться и разрушаться. И я это сформулировал однажды, сейчас повторю. Дело в том, что иногда у нас путают просто оппозицию Путину с либеральной стороны и оппозицию Путину с социалистической, с националистической стороны, вот как бы со стороны патриотов так называемых, левых или правых. Вот либералы ругали всегда Путина за то, что он слишком Путин, а патриоты ругали Путина за то, что он недостаточно Путин. И это разные вещи, их не надо путать, потому что у нас считают, что все, кто против Путина, они как бы все враги России. У нас выступали против режима Ельцина, а затем против Путина начального периода и мои учителя Александр Андреевич Проханов и Эдуард Виномич Лимонов, люди жесточайшие патриоты просто своего отечества, но считали, что он недостаточно, Владимир Владимирович как бы видоизменился и находится под сильнейшим влиянием Запада. И команда у него стоит из западников, и вообще патриотам здесь не рады. И у этого были серьезные основания, безусловно. Поэтому, конечно же, выступал и требовал, чтобы Россия как бы пересобралась и приняла ту форму, которую она в муках сейчас принимает. И вот именно этого я, вот что сейчас происходит, именно этого я и добивался. В каком-то смысле я и мои товарищи, вот мы начинаем с 90-х годов, мы формулировали все то, что сегодня у нас стало уже как бы мейнстримом общественной политической жизни. Мы говорили там рубль да, доллар нет. Вот я ходил, колонный водил по улице, мы кричали, это в мегафон, кричал Киев русский город, Харьков русский город, мы кричали, записи есть все эти, все остальное прочее. Завершим реформу так, Сталин берегу лаг. Вот такие вещи мы кричали. А сейчас у нас это в единой России вся эта вслуха уже говорит. Кривица, конечно, им может даже не очень это нравится, но у них работа такая. А мы это искренне произносили. И поэтому, когда у нас президент насытился нашим оппозиционным духом и стал обращаться в русского императора, мы сказали, ну нормальный президент, хорошо, все, спасибо. Если человек управляет империей, Россия империя, значит он император. Что тут? Что дурака-то валять? Конечно, император. И Байден тоже император. Ну подождите, разве у нас незаконно избранный демократическим путем президент? У вас, наверное, это так. У нас стариков иначе. Да никак я не вижу. Ну, наверное, есть институты демократии, надо так или иначе им соответствовать, чтобы действительно не обратиться в какую-нибудь нелепую деспотию. Ну, то есть мы должны быть от этого защищены, потому что у нас президент, слава богу, более-менее милосердный даже, потому что у нас много людей, которые являются, ну просто, ну, в открытую просто желают, чтобы России просто не было, просто на карте, чтобы она исчезла, и чтобы победила украинская армия и дошла до Москвы. И это, ну, очень серьезная часть нашего культурного, политического, экономического стеблишмента. И они все существуют, все как бы, ну, там, сейчас кого-то, там, пять человек, там, признали инагентами, там, может быть, трех, там, может, семь, я не знаю, но в целом мы знаем все их имена. Вот, и они все это время существуют, и все это время их взгляды известны. Вот, но может прийти другой человек, очень жестокий, суровый, который начнет всех в тюрьму сажать, там, еще что-нибудь. Ну, переизбрать, и будет избранный другой, надеюсь, столь же милосердный к своим подданным император. Иван Ургант большой патриот. Не нужно клеветать на людей и записывать их в пятую колонну, сказал недавно Дмитрий Песков. Вы с ним согласны? Ну, пускай они сами разбираются с Ургантом. Мне важен ответ Урганта, размещал ли он в своем блоге, в какой-то соцсети, забыл, в какой клип вот этого музыканта из бумбокса, по-моему, где мочится на русские танки, где показывают русские трупы и где обещают всем русским отстрелить башку. Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается. Если это был какой-то зеркальный какой-то его, как говорят, блок, то пусть по этому поводу объяснится. Потому что он ничего не сказал. Понимаете, если бы это был зеркальный блок, созданный украинцами, они бы не удалили этот клип. А если удалили, значит, он какое-то отношение к Ивану имеет. А если имеет к Ивану, пусть он идет к черту. Потому что у меня там товарищи, они мертвы, они погибли. Понимаете, не может телеведущий Российской Федерации, который на экране перед нами маячит, не может такие клипы выкладывать априори никогда. Ни в России, ни в любой другой стране мира. Даже если у него такое мнение. Пусть он его засунет себе куда-нибудь. Андрей Макаревич в своем блоге писал. Вижу тявканье по поводу уехавших. Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас в мудачье. Потому что Россия они, а не вы. Что скажете? У Андрея Вадимовича и как у части людей исповедующих его взгляды есть ощущение о том, что они соль земли. Соль земли русской, что они есть интеллигенции и все остальное прочее. А остальных они за людей не считают. То есть они не просто не считают меня за людей. Я понимаю, там и Проханова, там и Лимонова не считали за человека, там и все такое прочее. Они просто огромную часть страны не считают за людей. Что эти люди просто дикари, которым вообще никто слова не давал. А вот он с Чулпан Хаматовой, хотя Чулпан ничего по этому поводу не сказал. Она девочка, когда стреляют, ей страшно. Она там, хотелось бы, чтобы был мир. Всем хочет, чтобы был мир. И Земфири хочется, и Чулпан хочется, и все остальное прочее. Но они м***ю, всю страну не обзывают. Поэтому, ну, как бы, знаете, я на самом деле хорошо ведь знаю музыкантов, музыкальный мир и даже членов группы Машин на Времени. Они, знаете, они так в частном разговоре говорят, раньше только мы знали, что у Андрея мудацкий характер, а сейчас знает вся страна. То есть, даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой, они все, знаете, давние уже, песен нормальных Макаревича уже нет лет 30. Ну, был советский певец Макаревич, хорошие песни сочинял про Скворца. Сейчас тема закрыта, это взгальный, глупо-неумный и на себя берущий много старик. Ну, вот, к сожалению, до этого мы дожили. Вы сами говорили, что писателей, музыкантов и режиссеров, положительно пишущих о России, молодое поколение априори считает пропагандистами. Почему? У вашего поколения есть, да, потому что, ну, покорение Маугли, потерянное, по сути, конечно, никто вами не занимался. Вы жили, вы как раз, вы жили в той обстановке, когда сказать о том, что я там родину люблю, что я омоновец, я военный, я, вот это, это все было какое-то заподлянство, какое-то ерунда. Вот если у тебя разноцветные ногти, как бы, и там все остальное, и 8 колец в носу, тогда вот ты нормальный, как бы, как бы, норма. Вот она из этого вся состоит, при этом совершенно эклектичные представления у молодежи, они на самом деле, ну, то есть они не знают, где левы, где правы, чем отличаются одни убеждения от других, вот такой вот, как бы, мозаичное такое, как вот в интернете, вот они прочитали миллион постов по любому поводу, и у них сложилось там какое-то безумное обо всем представление, которое, вот подул ветер, оно туда склонилось, подул, оно сюда склонилось. Вот эти вот рэп-музыканты, я неплохо в этом разбираюсь, и сам этим занимался, и многих из них знал лично, и выступал на одних там площадках, но они, ну, необразованные люди в основном. Оксимирон образованный, но он человек западной культуры, он англичанин, ну, какой с него спрос, он как там воспитывали его, таким он, собственно, и появился, он не русский человек, не потому, что он не русский человек, а просто он англичанин, ну, то есть он англичанин, такие представления, вот у нас русские, нам русским не нравится американская война, там, все где-нибудь там в Ливии, и в Ираке, а американцам может быть нормально, потому что это их армия там воюет, я их понимаю, понимаете, ну, то есть есть страна, у них есть национальный интерес, а оно так или иначе этим национальным интересам следует, то есть американцы воевали там против Кубы, хотели Панамский канал захватить, и для американцев это нормально, потому что это их территория, и они за нее несут ответственность, и там нормально это для артистов, для молодых людей, и для кого угодно, а для нас другое нормально, Оксимирон он американец, ну, в данном случае англичанин, вот ему английские интересы ему понятны, а русские непонятны. А как бы беда их в том, что они англичане, а говорят на русском языке и поют на русском языке. Как бы и... И вот они такие, у них постоянный диссонанс. Песни русские, а интересы английские. И все. И тут как бы не надо искать какие-то там еще иные. Смотри, что он общий человек, что он нормальный, что просто вот у него другая точка зрения. У него не другая, у него просто антирусская точка зрения. Вот и все. А вот эти вот все остальные, которые с этими пацификами или с чем-то, они там с аватарками, они дикие люди. Они ничего не знают, на самом деле, или я их лично всех знаю, они не знают ничего, ни про историю России, ни про Кавказ, ни про Осетию, ни Абхазию, ни Украину. То есть они выступали там и видели своих поклонников, сказали, ну все же за мир, они же приходили на мои концерты, я гастролировал и творил, а сейчас я не могу, мне это не нравится. А в целом они не понимают этого контекста совершенно, и спроса с них никакого нет. Но это не потому, что они плохие, а потому что не занималось ими государство, семья и школа, никто им ничего не объяснял, не рисовал карты, все остальное не делал. Поэтому нечего с вас даже спрашивать. А интеллигенция, это другой совершенно разговор, потому что интеллигенция, у нее религиозное отношение к Западу. Запад – бог, культура Запада божественная, демократия на Западе, вообще все хорошее, все нормальное, все замечательное там. Поэтому Акунин в Сен-Мало, поэтому Улицкая в Италии, потому что там нормально, а мне нормально на Керженце. Все, у нас просто разные страны, мы живем в разных странах, просто они тоже говорят на русском языке, но хорошо им в Сен-Мало, пусть он там и сидит. Почему сейчас элитой общества считаются не офицеры и академики, не инженеры и художники, а Филипп Киркоров и Ольга Бузова? А вы нашли ответ на вопрос, которым сами задавались. Буржуазная страна, где категория успеха была поставлена во главу угла, что если ты такой умный, почему ты не такой богатый? Вот, ну, собственно говоря, и все, и все это было такая огромная сверхмашина потребления, удачи, успеха. Успеха, ты должен быть успешен, ты не должен быть каким-то нелепым человеком в форме там или еще чем-нибудь, ну, в общем, ты не можешь быть шахтером, ты не можешь быть рабочим там, ты не можешь быть каким-нибудь там медсестрой какой-нибудь, потому что, ну, все, это все понятно, просто жизнь не удалась. Ну, как, тебе можно только посочувствовать. Ты должен быть в перьях разнообразных, как бы должен весь сиять там, как бы истощать успех, вот, и желательно, чтобы ты вообще непонятно чем-то занимался, чтобы тебе не было никакой профессии, а чтобы она какая-то была такая странная. Вот блогер, вот, как бы, центральный человек в России стал блогер, вот он ведет блог, он, как правило, ничего ни о чем не знает, и он для плюс-минус подобных же ему дикарей, он произносит какие-то дикарские там речи, просто эмоционально заряжая свою дикарскую публику. Ну, есть там хорошие ребята, которые разбираются в чем-то, там, в истории, там, в военном деле или в молодежных субкультурах, ну, по огромной количеству людей ни в чем не разбираются, и все. А потом они даже перестали говорить, просто стали ролики в ТикТоке снимать, и это вообще просто стало просто сверх, просто счастьем и сверхуспехом. Это все, это безумный мир, он не может существовать. Мир, где нету рабочих, где нету крестьян, где нету фермеров, где нету шахтеров, он не может существовать, потому что не может со стран стоять из блогеров. И, конечно, он должен быть разрушен обязательно. Вот поэтому были вот такие персонажи. Мы, если там говорим с вами, мы начинали с вами с Есенина, если мы говорим о ситуации в культуре начала 20 века, то всем понятно, что вот есть Есенин, есть Маяковский, есть Бунин, есть Горький, есть Бальмонт, там, есть еще кто-нибудь. То есть один из них левый, другой правый, один коммунист, другой белогвардеец, третий даже гей, но это представители культуры. Это национальная гордость страны. А сегодня, когда мы вот на это смотрим, мы начинаем говорить, вот тут у нас, тут Меладзе, здесь Бузова, тут Киркоров, там Лобода, тут еще, тут Дудь. Как бы, да, то есть это мы, мы одичали, что ли, совсем? При этом у нас есть замечательная литература, у нас там есть, ну, там есть Игорь Караулов, Кублановский, Юна Морец, Евгений Водолазкин, там, замечательные люди, умнейшие, есть философия, там, да. Но это не становится предметом обсуждения, никто про это даже, как бы, это где-то там вообще, за грани, маргиналии какие-то, где хрен знает, где это находится, там, да. Вот это, вот это, это на самом деле катастрофа. И, ну, там, ну, если у нас есть интеллектуал, то это Акунин. Акунин, ну, средний писатель, прямо говоря, такой, ну, как бы, ну, так себе, там, в то время, там, был какой-нибудь, там, Вербицкая, там, была какая-нибудь, там, Арцебашев, но никто всерьез не сравнивал Вербицкую, Арцебашеву с Горьким и с Буниным. И вот сама система критериев, она осыпалась, просто осыпалась или же, но в этом участвовал не Киркоров и Бузова, а это государство. Оно просто решило, что, ну, как бы, народ сам разберется, вот пускай вот будет вот так вот, и вот народ сам разбирается. Вот эта вот помойка, вот эта вот у нас заняла все пространство, сначала, как бы, телевидение, а потом оно просто, все это стало элитой. И потом, когда вдруг внезапно выходит какой-нибудь этот человек в перьях, у него, кажется, орденов, вот прямо, вот, как бы, вот до суда. Ему все навешали этих орденов, ну, шансон-певец, какой-нибудь эстрадный мутень какой-нибудь, и думаешь, вот это да, вот это мы нормально. Мы доплыли, вот, типа, вот от Шолохова и Утесова, вот мы приплыли вот сюда. Ну, ничего так. Модный мини-вопрос в интернете. Где вы были 8 лет? Ну, вам-то точно есть что ответить. Я, я, тут не совсем верно все. Это меня, знаете, у меня такое вызывает легкий такой, иронический такой скепсис, когда говорят, вот, спецоперацию поддержали Басков, Прилепин там и какой-нибудь Сидорчук. Это меня смешит, на самом деле, конечно, я три года был офицером на Донбассе, советником Захарченко. Я с 14-го года сделал сотни рейдов с гуманитаркой, просто сотни. Я все эти территории обошел пешком на животе, похоронил там своих друзей, а потом мне казалось, что я с Басковым поддерживаю спецоперацию. Все это, конечно, меня, ну, размешило, как бы, я переехал, я ее затеял, как бы, я ее довожу до конца, вот, вот и все. Поэтому, где я был 8 лет, я 8 лет трубил про это везде, где только возможно, на всех программах, во все 4 книги про это написал, что люди происходят трагедии. Мы обязательно должны так или иначе спасти, там, эти 4 миллиона донбасских людей, которые считают, что они русские. Не считая того, что в Харькове и в Одессе сотни, тысячи человек были замучены просто во всех этих разнообразных их тюрьмах. Это, конечно, для меня было совершенно немыслимо. Просто вот мы там все переживаем, там вся наша интеллигенция переживает про Надю Савченко, которая сидела у нас в тюрьме, но ее никто и ногти не вырывал, понимаете, бетоном не заливал ее. А у меня там, мы нескольких товарищей оттуда смогли вытащить из харьковских тюрьм, и то, что они мне рассказали, я их даже опубликовать боюсь по сей день. Потому что это вообще выходит за рамки человеческого. Но, конечно, это не волновало ни Юлия Аук, ни Сергея Лазарева, ни всех остальных. Поэтому вопрос этот совершенно законный. Где вы были 8 лет? Ну, где? В Караганде, где? Караганда хороший город. Нигде. Одной из целей СВО называют помощь Украине. Что вы об этом думаете? Тут это не совсем верная формулировка. То есть, ну, у нас ряд персонажей говорят, что мы там пытаемся помочь Украине, пытаемся их спасти, они типа должны сами выбраться. Я не считаю, что мы пытаемся помочь Украине, что мы ее спасаем. Я считаю, что мы сами с собой разбираемся. Это вообще, ну, то есть для вас может Украина там казаться отдельной территорией, страной и всем остальным. Я вам скажу, ну, мою личную точку зрения о том, что распад Советского Союза, он юридически нелегитимен. Это вообще любой, на самом деле, нормальный суд это может доказать. Ну, то есть в мире нет такого суда, потому что никто не согласится на воссоединение обратно России. Но моя пропамять и мое знание об истории России тысячелетней, оно говорит, что это все, ну, надуманный конфликт между русскими и украинцами. Потому что у нас там минувшие 300, где-то 335 лет. Это просто единое государство российско-украинское. И до этого еще там 400 лет совместной истории. Вот это вот эти 750 лет, они весят несравнимо больше, чем вот эти вот 30 лет весьма нелепой украинской квази-государственности. Вот и все. Я нахожусь в контексте большой национальной истории, где вот в Киеве стоит камень, где написано «Отсюда есть пошла земля русская». Вот и все. И поэтому здесь Россия решает свои собственные российские проблемы, те самые, которые зародились в 1991 году. И вот теперь мы потихоньку как бы в кровавых ошметках и в муках выползаем. То есть Россия будущего и Россия прошлого, нашего нормального национального прошлого, она сражается вот с этой безумной, фейковой, нелепой Россией 1991 года, которая вдруг решила, что вот я сейчас как бы такая абразина, пойду на запад и стаду нормальной европейской западной страной. Никуда ты России не пойдешь. Война сама по себе не есть нечто дикое и страшное. Ваши слова. Поясните их. Ну что, ну война по себе, форма жизни человечества, конечно, на данный момент в мире идет 32, по-моему, войны. Ну то есть позавчера еще шло 44. Вообще их произошло за 22 года 66 военных конфликтов. Вот знаете, в скольки Россия участвовала? В трех. А кто остальные 63 сделал? Да кто? Вот это наши пресловутые цивилизации, аберрикаусы, Евросоюз, они везде воюют, не переставая просто. Они либо учудили военные конфликты, которые не заканчиваются, они длятся годами в Африке и в Азии, они тлеют. Ну вот это просто это есть. А когда я это произношу, ну как тебе не стыдно. В общем, ну что ты такой, война, это же ненормально, не должно быть войны. Не должно, так это вообще весь мир тогда воюет. Вы с кого спрашиваете, с меня или с тех, кто в это бабки вложил? Ну, или с Голливуда, который все это воспел, позиционировал как предмет абсолютного геройства. У нас все наши либералы, все наши Бориса Гребенчкова, все любят голливудские фильмы, все их глядят, и все, ну как бы, и ни у кого не вызывает никаких вопросов, что они там всеми стреляют, там, по другим людям. Все нормально, как у Гребенчкова, я помню в интервью, я смотрю все части «Терминатора» и все части там «Миссия невыполнима», да. Он смотрит, да, а потом он здесь в России увидел мужиков в форме, и все, прям страдание просто взяло его за самое сердце. Как возможно вообще, вот когда можно вознестись уже вот туда, к вершинам как бы духа, как возможно вот тут... А там нормально, там ничего его не мучило совершенно. Ездил там, пел, играл на гитаре, выступал. А то, что Америка в 30 странах воюет, ну это ничего, это дело американцев, это как бы все нормально. Мне вот это кривляние непонятно, а все остальное мне понятно, да. Плохо, когда люди воюют, хорошо, когда люди живут в мире. Но только спросите сначала вот там, вот в той стороне спросите, а потом приходите сюда. Что вами двигает, когда вы все это говорите? Я Родину люблю, Родину, Отечество люблю. Это все пространство моего рода. У меня прабабушка моя, Мария Павловна Тулубеева, она с Украины, по-моему, из-под Чернигово. Она говорила вообще только на украинском. Ну на суржике она говорила. Ну и все мои приприлепенные, это верховье Дона, по сути, это пограничные земли. И у меня голос крови мне говорит, что это моя история, мое пространство, мой народ. И я сам несу в себе эту кровь. То есть я не с луны прилетел. Поэтому, как человек, прочитавший всю русскую литературу, где для Пушкина, для Достоевского, для Толстого не существовало. Даже представление о том, что какая-то там есть отдельная Украина, это все их бы даже не рассмешило, а вело бы в шоковое состояние. И это вся литература постреволюционная. Бабель, Шолохов, Николай Островский, Катаев, Багаринский, они все вообще одесситы. Они все оттуда. Это пространство русской национальной истории. Я вот сейчас был в Херсоне, я зашел, а там могила Потемкина, усыпальница. Вот она в соборе Святой Екатерины. И там написано, города, которые построил Потемкин, русский полководец, любовник Екатерины II. И там написано, Херсон, ну, построил, либо бы строил, либо достроил. Там ряд крымских городов, Бендеры и все остальные. Он их построил. Это русские города. Он русский, он был подданный своей императрице, он их построил. Он лежит на какой-то сейчас Украине. Что он там лежит там? Это его земля, он ее отвоевывал. Там тысячи, десятки тысяч, миллионы там людей, может быть, в общей сложности погибли за эти города. А теперь мне говорят, ну, слушай, а ты что туда полез вообще? Да это я там дома, понимаете? Я там дома. Это пространство моего обитания. Поэтому я должен, Потемкина должен. Ну, так и до того, что Аляску возвращать пора. Недолго договориться. Нет, это разные вещи. С Украины пошла есть русская земля. И, по сути, так или иначе, в Киеве, Новгородской Руси все мы сформировались. Как этнос, как нация, как культура. И мы все носители вот этого всего. Аляска – это такая, равно как и Брайтон-Бич, там, и место заселения русскими или не совсем русскими. Это другая история. Не надо это ровнять. Это просто, это как бы корневая земля, архетипическая земля, место нашего происхождения. Которые у нас именно из-за этого пытаются метафизически нас вырвать этот кусок. Хотя, там, тот же самый Чадаев, главный российский либерал, на начало 19 века, написавший философские письма, он у него после философских письм, у него есть замечательное исследование по польскому восстанию. Где он пишет, что Украина – вообще залог существования России как таковой. Если не будет Украины, он, как догадался, в 19 веке, то все, Россия просто рухнет. Потом после него это Бисмарк повторял, а многие остальные люди. Они прекрасно знают, что, ну, то есть, если вырываешь сердцевину, то, значит, все, у тебя нет этой государства. Она, наверное, кривая, она будет шататься. Не потому, что государство стоит из, там, нефтяной трубы, газовой парламента и Путина. А у него есть другие вещи, которые, ну, они осмысляются на других уровнях. На других уровнях. Ну, нельзя какие-то вещи взять и вырвать, там, Варшаву из Польши и сказать, вот, живи теперь так, нормально, как бы, а это у нас будет отдельное государство. Ну, и так далее. Но, к сожалению, к этому с годами только приходишь. Восемнадцать лет, там, ты этого не понимаешь. Тебе кажется, да, нормально все, ну, как бы, ну, теперь вот такая страна, ну, она нас покороче стала, ну, что такого-то. Человек не понимает, что вот его пятнадцать, двадцать или семьдесят лет, это фигня, на самом деле, в пространстве национальной истории. Ничего не означает. Ты можешь даже ничего не понять за эти годы. А тысячи лет означают, они весят гораздо больше, чем эти вот детские представления о том, что, ну, вот, все изменилось, что теперь, как бы, почему мы должны про это переживать? Да не почему, просто тебя не спросили, милый человек, почему мы должны про это переживать. Это просто судьба такая. Вас считают одним из основоположников современной русской военной прозы наряду с Аркадием Бабченко. А льстит вам такое соседство? Да не, ну, это просто, ну, кто-то написал. Это было сто лет назад, когда вот случилась там первая-вторая чеченская кампания, и тогда никто об этом еще прозы не писал. И появился там мой роман «Патология», и появилась какая-то там повесть Бабченко Аркадия. Ну, все это вот там, вот кто-то их прочитал, сказал эту фразу, она попала на мою страницу Википедии, и теперь все про нее, ее мне приводят в качестве вот льстителя, ну, Бабченко, ну, написал, он в Чечне служил контрактником. Ну, ничего не знаю, что это означает, что мы с ним что, сидим на одной скамейке, что ли? Ну, мало ли что, одна и та же тематика. Согласно результатам опросов ЦИОМ, в 15-м году вы заняли вторую позицию, как писатель в годы в России, уступив Дарье Донцовой. Как мужчина вы бы, наверное, уступили женщине, а как литератор. Он примелькался просто людям, и они, из-за того, что им примелькался, какой-то процент людей, минимальные, как говорят, писатели. Они говорят, Донцову, сейчас перестали, кстати, Донцову говорить, Донцову говорили с 90-х годов, просто она тогда вела телепрограмму, ее запомнили. И они, писатели, они говорят, там, Прилепин, Параханов, кого-то там еще называли, там, пара имен. Но это ничего не означает. У нас книжки в России читает, в лучшем случае, миллиона 3-4 человек, может быть, 5, там, да. Ну, там, мои книги, там, прочитал, может быть, миллион человек прочитал по всей стране. Ну, то есть, это один из 100. Ну, то есть, на самом деле, нормально, но с советскими показателями не сравнимо. Мы вернулись, по сути, на уровень где-то вот конца 19-го века. Вот, вот, примерно столько же читают, как тогда. Ну, тогда страна была диковатая, что бы нам не рассказывали православные монархисты. Конечно же, образование было на дикарском просто уровне. А сейчас у нас образование нормальное, но, как бы, люди, другие источники информации, как они сами это называют, предпочитают. Ну, никакой обиды в этом нету. Ну, то есть, ну, читает миллион, на том спасибо. Это и так хорошо. В октябре 2014 года, по данным журнала «Русский репортер», вы вошли в число 100 выдающихся людей года в России. Гордитесь? Ну, я, может, тогда мне приносило город. Сейчас-то я, как бы, уже взрослый человек, ничего мне это не приносит. Потом, все это, знаете, все это мимолетно в жизни. Ну, то есть, люди очень много стараются, взбивают лапками вот это вот, как бы, сливки вот эти, чтобы куда-нибудь в какой-нибудь рейтинг попасть. Всюду проходит, там, год, два, три, четыре, и все это ничего не означает ни для кого. Я знаю даже людей, которые всю Википедию забьют этими фактами. Там, просто прочитаешь и думаешь, что просто он царь царей, а его просто не существует. Ну, где-то когда-то он, там, что-то какие-то места занимал. Ну, вы, там, даже как молодой человек, вы прекрасно знаете, какие там еще, там, 10 лет назад были, там, какие-то рэп-поп-музыканты, которых сейчас вообще имя просто не вспомнишь. Он появится, думаешь, о, господи, что с ним произошло, я и забыл. А тогда он прям просто, вот там, стадионы все стояли на ушах. Это все очень мимолетно, потому что, ну, просто мимолетно. Какие-то вещи, они зарабатываются, которые долго играющие, они другими вещами зарабатываются. Не вот этими, не местами в «Русском репортере». Уже журнала этого нет, уже даже никто не помнит, что это такое, как бы, он исчез. Хороший был журнал, кстати. Вы говорили, что в детстве поставили себе цель никогда не обманывать маму. Сейчас придерживаетесь того же правила? Оно только мамы касается. Всем, кроме нее, вы много врете? Да не, ну, зачем, ну, я еще раз говорю, а зачем кого-то обманывать? Ну, то есть у меня достаточное количество вещей в жизни, которыми я могу гордиться, которыми я могу хвалиться, а которые, там, не столь удачно. Я могу о них умолчать. Ну, и не обязательно обо всем рассказывать. Они есть у каждого человека, есть какие-то зоны умолчания. Хотя вот я сейчас сам произношу, пытаюсь понять, о чем бы мне такое умолчать. У меня, когда я прихожу на интервью, мне говорят, какие вопросы не задавать. И я сам, на самом деле, вел такие программы разговорные. И приходили иногда политики и говорили, вот, просьба про это, про это. И вот про вот это вот не спрашивайте. А мне спрашивают, я говорю, да все спрашивайте. И вот это было, вот, с 2005 года я даю интервью, наверное, вот, вот, и все эти... Ну, долго уже, короче, не знаю, сколько там лет. Дофига. Я так и не придумал, чтобы такое, чтобы меня не спросили. Про все говорю. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Ну, все, все можно как бы забыть нормально. Человек забывает. Я видел роды своих детей. Это стоит увидеть. Видеть и запомнить надо подвиги людей, которые случались рядом с тобой, и преодоление вот в себе человеческого, глиняного, когда человек больше становится, чем человек. Вот эти вот образцы, они должны, как бы, в тебе, как константа в тебе существовать. А можно и забыть все на свете. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? Ну, вот, я отвечая на предыдущий вопрос, я на этот же тоже ответил. Я... Мне вообще, с какого-то момента, мне интересуют только те люди, которые ценят вещи больше, чем человеческая жизнь, больше своей собственной жизни. То есть, которые готовы жизнью что-то отдать. За отечество в данном случае. Вот мне с ними любопытно, как бы, ну, я про мужчин говорю. Женщины, там, это отдельный разговор. Мужчины мне интересны только, которые... Ну, для которых, вот, как бы, их комфорт, так называемый, вся эта фигня, короче, она не обладает абсолютным значением. Вот, про этих людей только я и хочу вести речь. Как понять, какое дело изо всех самое важное? Не знаю. Я не знаю, какое дело самое важное. Молитва и пост самое важное дело. Стараюсь поститься. Иногда постюсь. Я просто, как бы, объясняю себе тем, что я путник. Вот, я всем перемещаюсь с места на место. Ну, на самом деле, периодически сложно поститься. Там, где вообще никакой еды нету, кроме тушенки, допустим, солдатской. Естественно, что ты будешь поститься, что ты голодный будешь сидеть, что ли. Кто же такой Захар Прилепин? Ваш собеседник. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...